В преддверии Дня Учителя в детском оздоровительном лагере «Ровезник» состоялся слёт молодых педагогов. Проводится он по инициативе Управления образования Славянского района. Его основная цель – помочь молодым учителям справиться с первыми проблемами работы в школе, обменяться опытом преподавательской деятельности, обсудить профессиональные вопросы, совместными усилиями найти на них ответы. Подробнее в следующем материале выпуска. Слёт молодых педагогов в нашем районе стал уже традиционным и проводится уже в девятый раз. Он даёт возможность учителям, стаж работы которых совсем небольшой, раскрыть свой творческий потенциал, познакомиться с новыми людьми, проявить свой талант, научиться чему-то новому. Несколько лет назад у нас родилась такая мысль, потому что, наверное, стоит проблема в кадрах педагогических, и, конечно, хочется молодёжь. Поэтому думали тогда уже, и сейчас мы убеждаемся, что были правы, что молодёжь нужно вовлекать нашу педагогику в образование. А молодые кадры – это наше будущее. Поэтому для этого и проводим это мероприятие. Всегда готовимся к нему, всегда рады гостям, которые другие районы к нам приезжают, и надеемся, что их будет всё больше и больше. Многие педагоги в слёте участвуют уже не впервые, а потому знают, что здесь, как всегда, будет интересно. И такое тесное общение с учителями из разных районов обязательно принесёт свои плоды в дальнейшей педагогической деятельности. На слёте второй раз. На самом деле мероприятие очень интересное. Большое спасибо Славянскому району, что проводят подобные мероприятия. И, конечно, это в первую очередь общение, новые знакомства. От слёта я ожидаю, ну, конечно, буря эмоций. Даже сейчас хоть погода, казалось бы, холодна, но вот я сейчас стою, и мне очень жарко. Хочется танцевать, получать удовольствие, просто отдыхать. Не знаю, радоваться жизни, да, знакомиться, видеть молодых действительно учителей, которые идут в школу, хотят работать. А почему хотят? Потому что любят детей. Наверное, это самое главное. Потому что мы действительно любим детей, получаем удовольствие от работы с ними. На слёте в Славянске я третий год подряд уже, и каждый год, и надеюсь, в этом году слёт будет таким же интересным, очень разнообразным для нас, как и в прошлом, позапрошлом году. Мы надеемся на то, что увезём отсюда очень много полезной информации, опыта, познакомимся с интересными участниками, и, естественно, достойно проявим себя и представим наш город-герой Новороссийск. В этом году в слёте приняло участие более 50 молодых педагогов из ближайших районов – Крымского, Темрюкского, Абинского и города-герой Новороссийска. Самой представительной была команда, конечно же, из нашего района. Педагог по династии, у меня мама преподаватель, бабушка была преподавателем, собственно, поэтому я и выбрал профессию эту. От этого слёта я ожидаю опыт, естественно, и пообщаться с другими педагогами, чтобы набраться опыта, что-то узнать новое, передать, что я уже знаю, так как я опытный уже третий раз здесь. Новые знакомства, потому что всё-таки, когда в своей школе, у нас коллектив небольшой, поэтому между собой там только, а здесь всё-таки и со своим районом ты общаешься, и с края ребята, и потом, надеюсь, будем поддерживать отношения. И также, конечно, новые эмоции, то есть различные танцы, выступления, что-то для меня новое, хотелось бы показать себя и посмотреть, конечно, на других. На торжественном построении участников слёта поприветствовал начальник управления образования Олег Сентищев. Мы очень рады вас приветствовать на нашей славянской земле. Солнышко сегодня не светит, но я вижу по вашему настроению, по вашим улыбкам. Ваш задор, ваши улыбки будут сегодняшнее мероприятие наше озарять. Я вам желаю сегодня настоящих спортивных достижений, желаю вам настоящего спортивного азарта, и каждому из вас желаю победы. Пусть победит сильнейший. Программа слёта в этом году, как всегда, была насыщенной и, что немаловажно, интересной. День молодых педагогов был расписан буквально по минутам. Началась встреча, как и полагается, со знакомства друг с другом. Команды представили визитные карточки, в которых рассказали о себе и о своей профессии. Ваши учитель, народный артист, певец, музыкант, художник, лингвист. Дарим ребёнку, мы мир на ладошке, учим слова понимать понемножку, в рисунках и красках, раскрасим мечту, слова подбирать, не роветь самому. После участники соревновались в различных конкурсах, участвовали в тематических станциях, обсуждали важные вопросы современного образования на круглом столе. Были в программе и спортивные соревнования. Лучшей по итогам слёта стала команда города Новороссийска. На втором месте – молодые специалисты из Абинского района. На третьем – педагоги Темрюкского района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова